А среди ваших знакомых есть те, кого мобилизовали? Кому пришлось пойти на фронт? Нет, моих нету, они не идиот. Вот, а один знакомый, у него знакомого забрали с работы, его уже убили. Я рисковала сильно, я была ученым. Рисковали как бизнесмен? По всякому, с жизнью рисковала. Жизнь рисковала при каких обстоятельствах? Ну, смотрите, я была датсентом, все было хорошо. Я все бросила и ушла в кооперативы. То есть общались с бандитами? Да, причем сама их создавала. Да, вот так вот, весь престиж бросил. Сама создавали что? Неорганизованные преступные группы? Да не, ну ладно вам. В 90-е годы зародился тот самый средний класс, который сейчас тут правит везде. Ну да, с бандитами все общались. Конечно, мы все общались. У нас было купи-продай, компьютеры, как у всех. А потом биржа. Рискнула. Потом рискнула, бросила бизнес. Ушла, сама победила в округе, в Орехово, Борисово. А, тогда значит, Ореховская. Ореховская, да. Сама прошла в Парламент. Потом, да, рискнула, пошла в президентскую компанию. А в чем риск-то был идти в президентскую компанию? Ну, в оппозиции. А? В оппозиции, настоящей. Ну, а чем рискует оппозиционер? Сейчас, когда нет никакой идеологии, то есть, я понял, когда было противостояние там в конце 80-х идеологии. А чем рискует оппозиционер настоящий? Значит, при нынешней власти рискует никогда не получить денег на финансирование своей партии. Он должен... Ух, какое, сколько горя на земле. А горя, а как вы можете заниматься? То есть, вам придется бросить профессию, вы не можете без денег заниматься политикой. Это несерьезно. Даже вся белолеточная оппозиция, она ищет деньги. Ну, и они находят. Они не просто ищут. И они находят, и причем по-разному. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Продолжение следует...